Приветствую всех! Снова рубрика «Вопрос-ответ». И сегодня в этом ролике я хочу особо рассмотреть осознанное проживание и взаимодействие со своими эмоциями, особенно с такими как гнев, агрессия, недовольство, когда это все-таки так или иначе связано с окружением, с вашими близкими людьми. Стартовая точка — это в любом случае сначала опять-таки наблюдение и одинность. Одинность — это осознание того, что, по большому счету, с кем бы вы не взаимодействовали, с кем бы вы не жили, с кем бы вы не сталкивались или с чем бы вы не сталкивались, вы всегда один на один с самим собой. Только здесь есть два аспекта. Вы либо внутри своего представления о себе и о мире, либо вы в наблюдении за собой, как за личностью, как за телом, за человеком, который проживает данную жизнь, проживает данное взаимодействие, данную интерактивность. И в одном случае, когда вы внутри, опять-таки, это погружение, уплотнение частоты сна и это еще большее засыпание. В другом случае, когда вы в наблюдении, да, вы в разотраждественном состоянии — это состояние освобождения и выхода. То есть, не потому что вы найдете этот выход где-то в ментале, а потому что вы им становитесь, фактом себя. Когда у вас есть такой образ, что нельзя или нежелательно бежать, травмировать близких, сначала рассмотрите, откуда у вас это взялось. То есть, такой ли вы человек, который просто встал, ему хочется кого-то обижать. Ну, навряд ли. Скорее всего, происходит то, что у вас есть какие-то установки внутренние, какие-то внутренние правила, да, которым вы пытаетесь следовать. Благодаря этим правилам, этим идеям, этим идеологиям вы себя душите, либо прессуете, либо как-то придавливаете, но только таким образом, чтобы поддержать какую-то видимость, какого-то спокойствия. Естественно, это будет именно видимость, потому что рано или поздно это взорвется, потому что вы не настоящий. То есть, вот эта ненастоящесть – это причина взрыва, причина агрессии. Я не хочу сказать, что человек, который абсолютно такой в разотождественном состоянии наблюдения, он не испытывает эмоции. Да, испытывает, но амплитуда этих эмоций совершенно другая. Она не такая сильная, она не такая захватывающая и она не такая продолжительная, потому что само рассматривание этого состояния, то есть, что вы ощущаете, как вы ощущаете эти эмоции, как вы ощущаете, какие мысли появляются в связи с этими эмоциями, как вы чувствуете, как вы отслеживаете реакцию другого человека и что вы делаете с этим отслеживать в момент, когда вы получаете эту реакцию этого человека. То есть, все это имеет место быть. Гидывать со счетов, с весов – это нельзя. Важно, еще раз говорю, один путь – это соприкосновение с этим осознанное, другое – это ныряние, погружение, обуславливание. Ныряние, погружение, обуславливание – это сон сна. Выхода там нет, не будет ни пробуждения, ни просветления, ни освобождения, только иллюзии об этом. Что касается состояния разотрдествленного, то есть, когда вы в наблюдении соприкасаетесь с собой, который печалится, с собой, который раздражается, с собой, который гневается, который интерактивно взаимодействует со своими близкими или, неважно, неблизкими. То есть, вот это показатель начала чистоты освобождения, то есть, кристаллизации вашей настоящести. Вы такой, какой вы есть. Что это дает? Тогда, когда вы осознанно такой, какой вы есть, вы формируете с собой частоту целостности. Потому что вы не пытаетесь где-то спрятаться, вы не пытаетесь где-то прогнуться, вы не пытаетесь где-то лавировать. Я не скажу, что не существует гибкости в данном проживании. Да, она существует. Но самое главное, что вы не прячетесь от себя. Вы себе понятны. И давайте возьмем какой-нибудь пример. То есть, по какой причине вы, например, срываетесь, агрессируете на близких. То есть, налицо первое – это обусловленность какой-то идеи и образом отношений. Ну, например, я считаю, что, допустим, мой партнер по жизни или мои дети должны сделать то-то, 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 то-то. Они этого не делают. Прежде всего, сначала разберитесь, откуда вы взяли эту установку. Действительно ли это ваше ощущение, что вы понимаете, что да, вот так должно быть. То есть, как бы изнутри это пришло. Или это вы где-то читали, видели в фильмах, читали в книгах, смотрели какие-то ролики. Кто-то из соседей, знакомых говорил, родители наставляли. Поймите, любая информация извне – это лишь информационный сигнал, это не ваш ответ. Я даже приведу такой пример для сравнения. Вот смотрите, вы стоите на перроне, и проезжает поезд, и из окна вам машет человек. То есть, вы посмотрели, вы не этот человек, вы не в контакте с этим человеком, но вы его увидели. Теперь ту же самую сцену вы смотрите по телевизору, проезжает поезд, и вам из окна машет человек. В чем разница? Да, в принципе, ни в чем. И то, и то информационный сигнал. Только в одном случае личность, ментал наделяет это особой смысловой нагрузкой, что вот это реальная, а вот это, допустим, телевизионная какая-то передача, программа или фильм. Но по большому счету для вас, для вашей одинности, для вашей сущности, и то, и другое – это информация извне. Доверять и базироваться вы можете только на том, что точно вы знаете фактом себя. Как если бы, например, вы знаете, что вы дышите, да, и никто не может это опровергнуть. Неважно, я вам скажу, что это не так, неправда, вы не дышите. Или я позову собой ряду миллион человек, которые станут, скажут, знаете, вы не дышите. Вам не важно, кто что скажет. Вы знаете, что это не так. Вы знаете, что вы дышите. И вам, в принципе, совершенно все равно, кто что вам скажет. Замечайте, вот этот ответ, он ваш. Ваше знание, ваше сущностное ощущение, ваша непоколебимость. А когда вас можно переубедить, то это не вы, это ваш образ о себе, это ваш образ о жизни, да, это ваш образ о взаимодействии, это даже образ взаимодействие с какой-то идеей. То есть образность внутри образности и образностью погоняет. Здесь, естественно, никакой свободы нет. Когда вы точно улавливаете, что, например, да, я руководим каким-то образом, какая должна быть семья, какие должны быть отношения. То есть, получается, вы не есть настоящий. Вы внутри, вы батарейка, внутри идеи вот этого вашего собственного эталона в подсознании, какими должны быть отношения. И я уверяю вас, они никогда не будут такими, потому что всегда иллюзия, эталон, они заведомо завышают такую планку недостижимости. И что бы вы ни делали, всегда вам будет казаться, что где-то у кого-то лучше, где-то трава зеленее, но только не у вас. Нет, это действительно всегда только так кажется. По большому счету, если вы посмотрите плотную ту или иную семью, то или иное отношение, вы абсолютно четко увидите, что там не все так радужно, как кажется, когда вы туда не заглядывали. То есть, ваша агрессия, ваш гнев – это всегда, когда реальность, не совпадает с вашим ожиданием, а ваше ожидание появляется в связи с обусловленностью, со стартовым эталоном, с вашей идеей, как все должно быть. И вот, например, человек говорит, я хочу, допустим, чтобы за мной ухаживали. Вы откуда это взяли? А если вы живете один, кто за вами будет ухаживать? Значит, вы все будете делать сами. Точно так же вы начинаете ощущать, что и другой человек. Понятно, что потом мы будем говорить о том, как функционирует данная реальность. Опять-таки, не столько я даже хочу говорить, сколько чтобы вы внутренне стали ощущать позывы к ответу, некие ключи, некие подсказки сами из себя, чтобы это было вашим прозрением, а не просто такой как бы пищей ментальной извне. Взяли, применили, послушали, положили в карман и пошли. Ваше взаимодействие с близкими должно всегда начинаться только с самого себя. С чего вы взяли, что этот человек тот или иной должен вести себя таким образом? Почему вы наделили? Почему вы терпите? То есть вы задаете себе вопрос. Вы всегда ведь можете только, грубо говоря, взаимодействовать с собой и стать изменением себя. Вы не можете поменять других. Если вы просветливаете, просветление не распространяется на всех остальных других. Если вы печалитесь, оно не распространяется на всех остальных других. Даже в момент какого-то горя вы всегда чувствуете один на один с этим горем. Вы не чувствуете, что кто-то рядом внутри вашего тела с вами говорит, ну не плачь или не переживай, ну как-то прорвемся. Вы можете это слышать извне, но не изнутри. Такова одинность. То есть поначалу это воспринимается как некий страх одиночества, но чем больше вы начинаете в разнорождественном состоянии взаимодействовать с собой и со всеми ситуациями извне, вы начнете улавливать чистоту одинности. Ведь абсолют – это одинность, это состояние единства, целостности одного. Ни двух, ни трех, ни множества, ни каких-то других. Состояние одного. И именно в этом кроется ключ. Сначала вы должны уловить кто вы, что вы на данный момент вне контекста какой-либо образности. И это именно вне контекста этого даст вам возможность, даст вам люфт взаимодействия с вашими близкими или неблизкими. В этом заключается определенная свобода и бытие себя по моменту.